Здравствуйте, дорогие любители гармонии, баяна, хорошей, доброй песни. В эфире очередная передача по письмам. Она посвящена самому главному для всех русских людей и россиян празднику, Дню Великой Победы. Здравствуйте, дорогие друзья. И мы, конечно, поздравляем всех россиян, всех жителей нашего города, области с этим великим праздником. И желаем счастья, мирного неба, тепла и заботы близких людей. Мы прочли все ваши письма. И будьте, пожалуйста, внимательны. Все ваши индивидуальные поздравления вы увидите в бегущей строке. И еще одно маленькое объявление. Завтра во Дворце культуры железнодорожников в 12 часов состоится большой концерт, который называется «Равнение на Победу». И там вы увидите все свои любимые коллективы, исполнителей, гармонистов. Концерт будет очень большим и очень веселым. А сейчас слушаем Наталью Реневу. Она тоже участница завтрашнего концерта. Бьется в тесной печурке огонь, На поленьях смола, как слеза, И поет мне в землянке гармон Про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты В белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, Как тоскует мой голос живой. Я хочу, чтобы слышала ты, Как тоскует мой голос живой. Велее в поле Пороша, 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 Велее в поле Пороша, И львукие ливни шумят, Стоит над горою Алеша, 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 Стоит над горою Алеша, В Болгарии русский солдат. Темная ночь, Только пули сисят по степи, Только ветер гудит в проводах, Тускло звезды мерцают. В темную ночь, Ты, любимая, знаю, не спишь, И в детской кроватке тайком Ты слезу утираешь. Смерть не страшна, С ней не раз мы встречались в пути, Вот и сейчас надо мною она кружится. Ты меня ждешь и в детской кроватке не спишь, И поэтому, знаю, со мной ничего не случится. Синенький скромный платочек Падал с опущенных плеч, Ты говорила, что не забудешь Ласковых, радостных встреч. Порой ночной мы распрощались с тобой, Нет больше ночи, где ж ты, платочек, Милый, желанный, родной. Тучи над городом встали, В воздухе пахнет грозой, За далекою Нарской заставой Парень идет с молодой. В преддверии праздника мы хотим рассказать вам историю рождения Одной популярной военной песни. Первым делом, первым делом, самолеты, А девушки, а девушки потом, Первым делом, первым делом, самолеты, Ну, а девушки, а девушки потом, Внешний бомбр. Наверное, нет в нашей стране людей, Не слышавших эту песню и не поющих ее. С этой песни начинается фильм, Который называется «Небесный тихоход». И был он снят в 1946 году, Сразу после военное время. И сюжет там очень простой. Три молодых пилота военных Дали друг другу зарок, клятву, Не жениться и не крутить никаких романов, Пока идет война. Вроде не до этого пока. Небесный тихоход запустили в производство В 1945 году. Ну, в то время страна нуждалась в веселых кинолентах, Кинофильмах, комедиях, комедийного жанра. И эту песню к кинофильму «Первым делом самолеты» Написал поэт Алексей Фатьянов, А музыку к этой песне написал Василий Павлович Соловьев-Седой. И вот песня получилась такая душевная, Что вот она сразу попадает в душу, И до сих пор она звучит практически везде. И в автобусах, и во всех местах, На всех праздниках. Да и сейчас ее поют. Слушаем. Поехали. Мы друзья, перелетные птицы, Только быть наш одним не корот. На земле не успеет жениться, А на небе жены не найдет. Потому, потому что мы пилоты, Небо наш, небо наш, родимый дом, Первым делом, первым делом самолеты, Ну а девушки? А девушки потом. Первым делом, первым делом самолеты, Ну а девушки? А девушки потом. Нежный образ в душе ты голубишь Хочешь сердце навеки отдать Нынче встретишь, увидишь, полюбишь А на завтра приказ улетать Да потому, потому что мы пилоты Небо наш, небо наш, родимый дом Первым делом, первым делом самолеты Ну а девушки? А девушки потом Первым делом, первым делом самолеты Ну а девушки? А девушки потом Чтоб тоскою в пути не встречаться Вспоминаю про ласковый взгляд Мы решили, друзья, не влюбляться Даже самых красивых девчонок Да потому, потому что мы пилоты Небо наш, небо наш, родимый дом Первым делом, первым делом самолеты Ну а бабушки? А бабушки потом Первым делом, первым делом самолеты Ну а девушки? А девушки потом Мы друзья, перелётные птицы Только быть наш одним нехород На земле не успеет жениться А на небе жены не найдёт Потому, потому что мы пилоты Небо наш, небо наш, родимый дом Первым делом, первым делом самолеты Ну а девушки? А девушки потом Первым делом, первым делом самолеты Ну а девушки? А девушки потом А теперь поговорим о письмах В адрес нашей передачи пришло письмо от председателя городского совета ветеранов Буравлева Валентина Ивановича. Президиум совета ветеранов поздравляет всех ветеранов города с великим праздником, 73-й годовщиной победы. Желает крепкого здоровья, благополучия в семьях и долгих лет жизни. Май, весна и счастливые лица, День победы и нет ей цены. Низко-низко хочу поклониться ветеранам минувшей войны. Неоднажды рискуя собою, Сколько мужества сил было в вас. Два словечка простых я прикрою, Вы в бою повторяли не раз. Сколько павших в боях за отчизну Не обняли своих матерей. Сколько тысяч загубленных жизней Не вернулось из концлагерей. От войны проплывет пред очами И слезой затуманится взгляд. До сих пор ноет сердце ночами Или старые раны болят. Тихо вышел во двор на минутку И страдая от ноющих ран, Закурил, как войну, самокрутку На крылечке седой ветеран. Над землей волоска тумана Расцветает залют вдалеке. А у старенького ветерана Покатилась слеза по щеке. Сколько павших в боях за отчизну Не обняли своих матерей. Сколько тысяч загубленных жизней Не вернулось из концлагерей. От войны проплывет пред очами И слезой затуманится взгляд. До сих пор ноет сердце ночами Или старые раны болят. А-а-а-а-а... А-а-а-а-а Сколько павших в боях за отчизму Не обняли своих матерей Сколько тысяч загубленных жизней Не вернулось из конца лагерей От войны проплывет пред очами И слезой затуманится взгляд До сих пор ноет сердце ночами Или старые раны болят Сколько павших в боях за отчизму Не обняли своих матерей Сколько тысяч загубленных жизней Не вернулось из конца лагерей От войны проплывет пред очами И слезой затуманится взгляд До сих пор ноет сердце ночами Или старые раны болят До сих пор ноет сердце ночами Или старые раны Май, весна и счастливые лица День победы и нет ей цены Низко-низко хочу поклониться Ветеранам минувшей войны Вот это письмо у меня в руках От депутата первого заместителя Председателя Челябинской городской думы Сергея Геннадьевича Овчинникова Уважаемые ветераны Участники Великой Отечественной войны Труженики тыла Вдовы Узники концлагерей Дети погибших защитников Отечества Поздравляю вас с праздником Великой Победы Я хотел бы особо поздравить Руководителей общественной организации Объединяющих детей погибших защитников Это Константинову Ирину Александровну И Коневу Галину Никифоровну Делающих очень много для сохранения памяти О тех, кто заплатил за победу жизнью С праздником! И спасибо вам за вашу работу Для вас звучит хорошая песня Через реки, горы и долины Свой спорку огонь и черный дыр Мы вели машины, объезжая мины По утрям, дорогам, фронтам Эх, путь, дорожка фронтовая Не страшна нам бомбежка любая А помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела А помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела А помирать нам рановато Путь для нас в Берлину, между прочим Был друзьями легок и нескор Шли мы дни и ночи Трудно было очень Но баранку не бросал шофер Эх, путь, дорожка фронтовая Не страшна нам бомбежка любая А помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела А помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела Может быть, отдельным штатским лицам Эта песня мало с ним дамет Мы с ним позабудем, где мы жить не будем Фронтовых изъезженных дорог Эх, путь, дорожка фронтовая Не страшна нам бомбежка любая А помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела А помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела А помирать нам рановато Эх, путь, дорожка фронтовая Не страшна нам бомбежка любая А помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела А помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела В адрес передачи пришло еще одно письмо Дорогая передача в гостях у Митрофановны Пишет нам Софья Кек Член Совета ветеранов сельского поселения Поселка Лазурный Красноармейского района Вся наша страна скоро вновь будет отмечать Очередную победу в Великой Отечественной войне Ветераны уходят из жизни В Красноармейском районе их осталось всего 17 человек Среди них две женщины-жительницы Лазурнинского сельского поселения Надежда Петровна Обухова И Евдокия Степановна Хлызова Тяжелые судьбы Но они никогда не жаловались на свою жизнь Обе доброжелательные, веселые С ними всегда приятно общаться Воспитали замечательных детей Которые за ними ухаживают Пожалуйста, подарите этим милым женщинам Всем здравствующим ветеранам и труженикам тыла Хорошую песню из вашего репертуара Я думаю, из нашего репертуара Ну, наверное, да Из репертуара ансамбля Митрофановна У нас есть одна хорошая военная песня Которая называется «Минута тишины» Мы предлагаем вашему вниманию Встретить мне довелось Паренька одного Вроде нет тридцати А седого всего Он вернулся с войны Он вернулся живой Будто только вчера За второй мировой А минута тишины Без огня Без войны Пахнет смертью проклятой Кровью пролегай Лишь минута тишины Я подумал тогда Бесконечно она Никогда на земле Не кончалась война И сегодня Опять Что не день То бои Где своих Убивают Своих А минута тишины Без огня Без войны Пахнет смертью проклятой Кровью пролегай А минута тишины Без огня Без войны Пахнет смертью проклятой Кровью пролегай То ли крест на тебе То ли ты на кресте Искупаешь грехи Непутевых детей Словно эхо летит По России война Сколько горя приносит она А минута тишины Без огня Без войны Пахнет смертью проклятой Кровью пролегай А минута тишины Без огня Без войны Пахнет смертью проклятой Кровью пролегай Лишь минута тишины Без войны Без войны Без войны Он работал в Совете ветеранов И вел поиск Погибших во время войны Копейчан Почти 12 тысяч имен Он вернул Родным И близким Героев Особое поздравление Бессменному Председателю Совета ветеранов Ленинского района Челябинска Александру Леонидовичу Шаламову Жизнь не раз Испытала его На прочность Великая Отечественная Восстановление Разрушенной страны Но характер у него Стальной Крепкий Уральский Своим примером Он показал Как нужно честно жить И достойно работать Быть верным Своей малой Родине Здоровья Долгих лет Еще Жизни Наши герои О них нужно говорить Чтобы все знали О них Мы присоединяемся К этим поздравлениям Ждем от вас Новых писем Адрес у нас Очень простой 454-113 Город Челябинск Площадь Революции 4 Программа В гостях Умни Трофановны День Победы День Победы День Победы День Победы День Победы Попеды 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 День Победы 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 День Победы